Сейчас небольшое отступление, YouTube начал свои репрессии, на канале блокируют видео, крайнее видео заблокировано в соответствии с принципами YouTube. Все мы видим какие принципы у YouTube скрывать правду, но правду не скроешь. Поэтому создали группы ВКонтакте, Телеграме, чтобы не потеряться, не потерять материал, там правда никуда не скроется. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня я вам объясню, почему ни один из губернаторов до сих пор не подписали так называемые масочные указы. И какие заявления можно подать в суд в случае составления на вас протокола по 20.6.1. Так почему же губернаторы не подписали свои масочные указы? А все просто. В соответствии с ФЗ номер 68, органы государственной власти, субъектов могут останавливать дополнительно обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения. А Верховный суд в своем постановлении 13.08.2020 года номер 1-АД20-1 указал, что губернатор является лишь работником в структуре правительства субъекта. Понимаете? Работником. Ведь, например, уборщица в правительстве тоже работник, но она не имеет такого полномочия подписывать указ. И тут губернатор кричит, СОС, помогите, у меня нету права на подпись. И вот здесь самое интересное. К нему на помощь спешит та самая уборщица, которая тоже не имеет права на подпись. Но готова на отсос сигнала подать руку помощи, а может не руку, поскольку на сайте губернатора прикреплена электронная подпись этой спасительницы. А чем ставится электронная подпись рукой или не рукой, мы с вами не знаем. А че так можно было что ли? Также электронное имя документа и электронное имя подписи под этим документом должны совпадать до единого знака и символа. Но тут возникает загадка. Электронная подпись уборщицы не совпадает с именем файла того самого указа губернатора. А значит, что губернатор и уборщица снова счастливы вместе. Вроде и подпись есть, но не того человека и не от того документа. Они радуются и танцуют, что сумели обмануть всех. А не до полиции пускай составляют липовые протоколы. Вот такая история со счастливым концом. Ну а тем из вас, дорогие друзья, кто стал счастливым обладателем протокола по 20.6.1, рекомендую требовать от судьи представления указа с живой подписью, проверки его на конституционность и так далее, о чем и будет сегодняшний ролик. Оставьте парочку комментариев к этому видео. Всем спасибо. Смотрим ролик. Я как руководитель штаба говорю волновать, 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 волновать население. Да, имеется. Однако в указанных случаях суд не может отказать в указании государственной услуги. Отправление по суде, соответственно, не может отказать в настоящем деле. Прошу не требовать меня надевать, одевать никакие дополнительные предметы, включая санитарно-гидемические маски в мое лицо, кроме тех, которые я применяю по своей воле, и тогда, когда только я желаю доступления в законную силу решений, и постановление по настоящему рассматриванию дела в административном повышении. Прошу предоставить мне право вдыхать свежий воздух в необходимом для жизни, право на которую, в свою очередь, не гарантированной конституцией, в количестве, в количестве воздуха я определяю сам, без ограничивающих его вдыхания построенных предметов. И там приобщить к материалам дела в видеофайл составление протокола. В отношении меня составлен протокол в административном повышении по части 1, кстати, 20.6, 1.1 кодекса присутствия в административном повышении неизвестного лица, составившего протокол, не ознакомление меня с нормативными документами, на основании которых я был ограничен в своих правах. В открытых источниках информации я не нашел документа, на которое ссылалось то лицо, подписанное лицом его издавшим. В интернете по сайту, по адресу право.гоф.66.ру размещен некий документ в формате PDF с именем файла каким-то. Также к нему размещена подпись под ним, с именем файла другим же. Со всей очевидностью имя подпись нет, не соответствует имени файла, но, кроме того, при проверке подписи в открытых источниках, оказалось, что подпись принадлежит иному лицу, отличающему от лица издавшего документа. А именно, лицо издавшее документ Уйвышев Евгений Владимирович, лицо подписавшее этот документ Домальчева Светлана Гимнадьевна. В целях полного агетивного выяснения обстоятельств прошу произвести запрос в правительстве Свердловской области, в котором поставить ряд вопросов, таких как причины несоответствия к документу 18.03.20 на странице сайта подписанта этого документа, причины отсутствия публикования документа с названием 100.0.0.18.03.20 с прикрепленной подписью надлежащего подписанта по настоящее время, причины прикрепления подписи от другого документа к документу с именем файлом 100.0.0. иные вопросы, способствующие полному всесторонним активному рассмотрению дела. Приложение из скрин-сайта с крипто-конкурс.ру, который находится в открытом госпитале для проверки электронных ПСИ. Поскольку в предыдущем ходатайстве я объяснил, что на открытом пространстве в интернете и в медийном пространстве из открытых источников отсутствует информация, на основании которой составлен протокол. Поэтому прошу ознакомить меня с подписанным губернатором указом или иным документом, на основании которых я был ограничен в своих правах, имея в виду, что подпись лица, издавшего указ, иной документ, должна также находиться на копии указа в графическом понимании. Ознакомить меня с интернет-страницей, на которой был бы опубликован подписанный губернатором указ с указанием даты опубликования указа, имея в виду, что подпись лица, издавшего указ, должна находиться именно на странице опубликования указа, именно с тем же именем файла, именно датирована тем же числом, что и день опубликования. Еще ходатайство. В отношении меня составлен протокол обносит его про внушение. Согласно части 1 статьи 1.6, лицо может быть подвергнуто не иначе, как на основании в порядке установленных законов, а также не содержит в печати с ображением герба Российской Федерации или иного герба, может быть, области. Электронная подпись, опубликованная на сайте, также не принадлежит губернатору, а принадлежит Домовичу и Светлане Геннадьевне. Соответственно, не существует до настоящего времени подписанного губернатором указа 100 УГ. Прошу направить запрос в Конституционный суд Российской Федерации о проверке на соответствие Конституции пункта 4 указа губернатора Сырловской области от 18 на 3 стопку Г. Приложение фото 3. Что лицо, составивший протокол об односортивном промышлении, мне неизвестно, поскольку не представилось нарушение еще и закона номер 3 полиции ФСЗ. Указано неизвестное лицо, составивший протокол, как сказано выше, не разъяснял мои права представления протокола. Название вышеизложено. Прошу исключить протокол 6604-071-52-15 об односортивном промышлении предусмотрено положением статьи 20.6.1 из числа доказательства производства поддела областивного нарушения прекратить в порядке статьи 28.9 Кодекса Российской Федерации на промышлении. И еще ходатайство. Неизвестное лицо, составивший протокол, к участию в процессе для установления его личности. На основании изложенного прошу привлечь неизвестное лицо, составивший протокол, к участию в процессе для осмотрения дела в областивном промышлении. Продолжение следует...